МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала вырывается яма метр на метр, далее закапывается основание столба, цементируется. Цемент схватывается примерно неделю, после чего бригада из четырех человек берет столб и с помощью манипулятора ставит его на основание и скручивает столб с основанием вот такими гигантскими металлическими болтами. Меняет столбы в первую очередь в целях безопасности. Если в старую опору, скажем, врежется грузовик, то больше тонны потрепанного временем бетона может рухнуть на тротуар и проезжую часть. Оцинкованные опоры в четыре раза легче своих предшественников и во время ДТП лишь сгибаются. Обновили и систему подачи тока. Новые изолированные провода крепятся на пластиковый фиксатор, который отстегивает провод при сильном давлении. Так электричество будет поступать в дома даже в случае падения дерева на линию, а новые диодные лампы будут светить в два раза ярче. И такие столбы заменят устаревшие опоры по всему городскому округу. Поменено уже 42 опоры аварийные. Сейчас меняется на улице Некрасова 32. Заменено 12 тысяч светильников. Всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением. Всего их 263 у нас. И заменено 13 километров голового провода. Всего у нас 16 километров голового провода под замену. Замена освещения проходит в рамках концессионного соглашения, заключенного между компанией и администрацией ХИМОК. Работы выполнят по льготной программе, часть которых оплатят крупный бизнес городского округа. Завершат благоустройство в 2024 году. Сервер Бекмаветов, Дмитрий Бочаров, Новости, ХИМКИ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова